Эхо выстрелов в Далласе обсуждают до сих пор, и до сих пор до конца непонятно, что же произошло. Вот факты. Демонстрация против убийства полицейскими двух афроамериканцев в Луизиане и Миннесоте на этой неделе была обстрелена из снайперского оружия. Убиты пятеро полицейских, все белые, еще семеро в больницах. Поначалу объявлялось, что стрелявших было четверо. Они якобы принадлежали к группировке Черная Сила, и их цель была убить как можно больше белых полицейских. И якобы троих задержали, причем одна из задержанных – женщина. А одного полицейские ликвидировали. Он прятался на въезде в подземный паркинг, и его взорвали с помощью заминированного робота. Но уже через сутки официальная версия была – погибший террорист-одиночка, 25 лет, он угрожал взорвать Даллас, стрелял только он. Но если он был одиночкой, то кто это? Очень четко выполняющий свою работу. Или кто вот это на земле? То есть, как во времена убийства Кеннеди, расстрел в Далласе – загадка на загадке. Но уже понятно, месть за убийство черных братьев – это то, что копилось и прорвалось. Ведь истории, которые вывели людей на демонстрации, очень похожи. Попытка задержания, офицер, стреляющий на поражение без объяснений. Причем в Миннесоте стреляли полицейские по сидящему в машине человеку, потянувшемуся в карман за документами. Рядом сидели его маленькая дочь и гражданская жена, которая успела включить запись на мобильном. И страшную развязку трагедии теперь увидела вся страна. Сказать, что это всколыхнуло Америку, не сказать ничего. Нью-Йорк, Чикаго, Даллас протесты продолжились даже после расстрела полицейских. Даже сейчас улицы городов и пригородные хайвэи в нескольких штатах перекрыты протестующими. Это именно повышенное напряжение, справиться с которым пока не удается. Ведь даже президент Обама в траурной речи после выстрела в Далласе привел статистику. От рук полицейских за последние полгода погиб 491 человек. В прошлом – 465. И даловский стрелок, обещавший взорвать город, кричал предельно ясно – мы ненавидим белых. Трагедия чудовищная. Как справляться теперь с ситуацией – непонятно. Ведь совсем недавно черные на белых шли в Фергюсоне на Среднем Западе. Тоже за убийство полицейскими безоружного. Жгли и громили все, что попадалось на пути. Тогда Обама говорил о реформе полиции, работе над ошибками. Теперь Техас. Просто расстрел. Трое из семи раненых полицейских в критическом состоянии. А американские телеканалы утверждают, сегодня из Хьюстона в Даллас могла выехать большая группа вооруженных людей. Ее цель – убийство белых полицейских.